здравствуйте дорогие мои коллеги садоводы стояла аномальная жара несколько не дней а несколько недель и сегодня первый день пасмурно все эти дни наши растения страдали от жары и в первую очередь это конечно же красавцы хвойные растения как нам с вами им помочь очень хорошо помогает в этот жаркий период времени дождевание именно дождевание мелкими каплями опрыскиванием растений как нужно и когда правильно опрыскивать опрыскивание нужно проводить только в утренние часы почему потому что днем хвоинки могут получить солнечные ожоги если мы обработаем вечером то растение за ночь не просохнут и тогда мы создадим еще больше проблем поэтому встали рано утром зарядились хорошим настроением взяли хороший шланг с распылителем мелким распылителем и начали опрыскивать я вам сейчас покажу как я это делаю и расскажу каким растением нужно опрыскивание опрыскивание в обязательном порядке нужно туем посмотрите какая красота капельки как ровно ложатся я стараюсь пробраться везде и всюду не жалейте водички без такого опрыскивания прекрасно обойдутся сосны ели и можжевельники а вот все остальные суга кипарисы кипарисовики и обязательно той опрыскивать нужно обязательно мы это еще не все мероприятия которые нужно провести с хвойными растениями для того чтобы растения наши не болели как профилактику или если где-то вы увидели признаки заболевания обязательно нужно обработать чудесным препаратом ракурс как это правильно сделать я вам сейчас покажу вот наш чудесный волшебный препарат хотя говорят волшебства не бывает бывает именно с этим препаратом растения будут здоровые крепкие и скажут вам большое спасибо и так как мы разводим ракурс норма расхода вот здесь ампула в этой ампулке 4 миллилитра у меня опрыскиватель с объемом колбы на 5 литров поэтому вот такой ампулы на опрыскиватель мне как раз хватает скрываем пакет вот такой чудесный препарат ампулу отсекаю здесь пластиковая ампула она очень легко отсекается хорошенечко размешиваю и можем уже приступать к опрыскивание стараемся опрыскивать даже вот туда внутрь в глубину пробираемся всю крону прям вот пробираясь туда в глубину глубину старайтесь опрыскивать самые-самые верхушки по всей кроне и вот так опрыскиваем всю крону вот здесь очень важно не жадничать потому что норма расхода в зависимости от возраста и размера растения от двух литров вот на одну большую мощную тую не забываем обработка и дождевание все проводим только в утренние часы наши растения будут с вами здоровыми хорошими крепкими но есть еще одна проблема насекомые вредители и с ними мы тоже справимся при помощи препаратов какой препарат пеноцид поскольку мы сейчас обработали ракурсом я вам только расскажу о нем вот этот замечательный препарат пеноцид он бывает в такой упаковке еще во флакончиках этот препарат защитит ваши хвойные растения от целого комплекса насекомых вредителей и неважно разбираетесь вы под лупой или нет какой это вредитель и кто там завелся щитовка или вредный хермет просто берем пеноцид и знаем что он нас спасет от целого комплекса вредителей какими бы они не были и так три правила первое это в утренние часы дождевание обработка чудесным препаратом ракурс и защита от насекомых вредителей препаратом пеноцид и ваши растения здоровый красивый а ваш сад благоухает чистотой и красотой